Задуваем свечки Молодец, а теперь давай дуй Здравствуйте, Александра Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, о своем сыне Как его зовут, сколько ему лет Ну и как все начиналось Зовут его Дмитрий Сегодня ему как раз исполняется Пять лет Как начиналось? Начиналось все, наверное, как стандартно у всех То есть, в принципе, ничего особенного В течение беременности Все очень спокойно Я, кстати, на тот момент уже решила, что я не буду много работать Что я спокойно в положенный период времени пойду в декрет И буду наслаждаться этим периодом В принципе, так все и было тоже Все очень хорошо И роды прошли Да и развивался тоже он хорошо Первая прививка у нас была в роддоме Как обычно у всех БЦЖ И после я откладывала Получилась такая история, что мы как раз переезжали из Москвы в Амстердам, когда ему было полтора года И мы начали ходить в так называемую, как у нас, это поликлиники, у них здесь консультационное бюро И как-то вот весь этот календарь, который там за год-полтора Нам его сделали буквально за три месяца И это как бы считалось нормально И вот на самом деле после этих прививок я начала замечать, что после, наверное, последней Это был такой вот триггер и запустила просто проблему И я не могу сказать, что это было очень очевидно Что вот ребенок до прививки и после прививки То есть было все очень непонятно То есть у него изменилось поведение Он начал более капризный Потому что до этого была просто идеальная картинка Он очень веселый, очень активный Всем интересовался Всегда бежал ему, все было интересно И, значит, после последней прививки, которую мы сделали У него прям рука распухла сильно И поднялась температура И опять-таки говоря, что вот такие вот последствия Говорят, нам это все в порядке, все это нормально, так бывает Этому такого особого значения не придала Потому что, ну, мне же говорят люди, которые занимаются этим И которые ответственные И нету повода для беспокойства совершенно Но потом к нам приехала сестра мужа в гости И она стала нам говорить, что он у вас знает имя Потому что он не реагирует А дело это было уже ближе к двум И мы уже тоже начали, на самом деле, немножко волноваться Потому что в два года, по идее, дети уже какие-то слова говорят Через еще несколько месяцев У нас ситуация в семье тоже немножечко поменялась В том плане, что мы уже поняли, что мы остаемся здесь надолго Уже контракт постоянный И стала необходимость отдавать его в детский сад В принципе, он тоже сам хорошо пошел Потом через какое-то время я стала замечать, что он совсем другой И мне воспитатели стали говорить, что у него проблем со слухом нету случайно Потому что он не реагирует Он, конечно, был привязан ко мне И я видела, что он расстроился И может быть даже Может быть даже обиделся в какой-то степени Я это так расшифровывала на тот момент Потому что я его забирала И если это обычно активный ребенок Он совершенно не двигался Он закрыл кулаки Он сидел, он ничего не хотел Он не отвечал Он был очень печальный То есть он просто закрылся в себе И самое интересное, что никаких диагнозов, что это такое Тогда нам не называли вообще И нам сказали, что мы вас направим в так называемый Кабаутер-хаус По-русски это дом гномов Это специальное такое заведение, в котором детей со специальными потребностями, так скажем И это предполагалась специальная программа наблюдения на 6 месяцев Но учитывая, что так как очень длительный период ожиданий здесь За этот период я, естественно, очень много всего думала И когда мы ходили по всякого рода инстанциям Чтобы собрать печати, подписи, направления Естественно, мы проводили беседу То есть кто-то нам говорил Что вы понимаете, о чем это речь идет То есть это же аутизм Я вообще даже этот вопрос не рассматривала То есть для меня не было никакого даже сомнения Что с моим ребенком все в порядке И дальше дождались мы этой программы Которая наблюдения И, естественно, вот первый день Первый день отводила я его Группа сама по себе была тяжелая То есть учитывая, что там дети тоже были разных уровней И вот была одна девочка, которая постоянно кричала И находиться в такой остановке тоже невозможно То есть когда ты находишься постоянно в детском крике Это очень сложно И мы стали замечать, что на него это тоже влияет И нам воспитатели там тоже стали говорить о том Что он кричит, потому что она кричит То есть ему некомфортно находиться И это тоже было для меня понятно Я наблюдала, что вот за этот период Ситуация как-то усугубляется в плане поведения То есть если до этого у нас, по крайней мере, с поведением Был вопрос, что он активен И то, что, собственно говоря, нормально для детей То сейчас добавляются какие-то капризы дополнительные Он стал, например, если он чего-то очень сильно хотел Он мог разбежаться, прыгнуть на колени с таким звуком Ну то есть это вот опять-таки вот эти признаки Когда они чувствуют боли якобы Хотя он когда там ударится, он плакал, он чувствовал боль То есть я не могу сказать, что это прям была такая тяжелая ситуация Его там стали брать на руки, когда он плачет И мы просили, не нужно так делать Потому что он не привык к такому И мы видели, что ему и дома нужно было, чтобы его взяли на руки То есть, видимо, чувствовал, что нужна дополнительная Какая-то дополнительный физический контакт, наверное Я слушала интервью И я поражалась тому, что мама не чувствовала Надеюсь, что сейчас чувствует Но тогда, на тот момент, она не чувствовала Своего ребенка, его просто обычное желание Тепла Но если не от людей, то от мамы своей Внимание от мамы Ребенка, двухлетнего ребенка отправили Мало того, что поменялась страна Так еще и в группу с детьми, которые больны И больны гораздо сильнее, чем выражено это внешне Чем ее ребенок И, естественно, маленький ребенок, которому два годика Он будет повторять Когда он растет в среде Ну, скажем так, более Это более выражено Жестами, криками То есть, ну, заметно И если ребенок это наблюдает постоянно Даже не постоянно Я вообще просто Я даже чувствую, что он, видя это Когда он впитывает, как губка Он впитывает, естественно, движения, жесты, крики Именно того окружения, в котором он находится И еще на руки нельзя его взять Ну, как-то Меня это очень шокировало На самом деле Дети должны расти в счастье В тепле, в добре Даже если ребенок где-то Вдруг изменился, поменялся Где-то, возможно, появились аутичные черты То как Кто, как не родители Заметив эти черты Ну, они просто не могут не заметить В своем ребенке изменения какие-то И именно родители Ну, для меня То есть, именно теплом, счастьем Вот этим материнским вниманием Могут Перенаправить Даже если этот росток Как я говорю, росток Пошел, может быть, не так развиваться, как надо Может Мать Может поменять направление роста Все через любовь 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 творит чудеса И я заметила, что После этой программы Наблюдение, так скажем Ситуация у нас как-то усугубляется В отчете В итоге написали У нас была последняя встреча Опять мне начали говорить о том Что Расстройство аутического спектра Я говорю Нет Ни в коем случае Такого быть не может Я с этим Совершенно не согласна Они так в отчете написали Что мама не согласна И предпочитает Диагноз не называть Поэтому диагноза у нас никакого нет В общем, итог этого мероприятия Заключается в том Что у нас есть Вот этот отчет Где нам рекомендуют Диагноза у нас нет Но рекомендуют Занятие Аботерапией И Спецсад В этом спецучреждении Нам объяснили все-таки Что не так То есть я наконец-то услышала Какие признаки Все-таки говорят о том Что это аутизм Это вот, например То, что он брал нас за руку И не делал сам А пытался сделать это нашей рукой Там, например, открыть что-то Или там ему взять предмет Потом у него стали появляться Такие штуки Как бы не то, что зацикленности Вот в какой-то момент Там у него каникулы, например И ему нужно было Чтобы дверь в ванной Была непременно открыта И чтобы там горел свет И ни в коем случае Нельзя было выключать И закрывать дверь Он просто очень дико кричал Если мы это делали То есть начинались появляться Какие-то такие дополнительные штуки Которые нам были непонятны Которые, может быть, свидетельствовали об этом В каждую семью аутизм приходит по-своему И у всех детей Есть разные предпосылки И есть разные проявления заболевания И бывают случаи Когда действительно Остановить приход этого заболевания Невозможно А бывают случаи Когда этому заболеванию Способствует окружающая среда На самом деле Все определяют действия Действия окружающего пространства Есть ребенок, который пришел И который будет копировать среду Он будет впитывать внешнюю обстановку Он пришел чистым В него не заложена информация Кроме той, которая идет шлейфом Как кармическая история Но которая еще не развернулась И неактивно И ее разворачивает эту информацию Окружающая среда А окружающая среда Это родители В первую очередь Бабушки, дедушки И, соответственно, в данном случае Это медработники Детсадовские работники И так далее И, в принципе, на сегодняшний день Мы уже сами осознаем Что инвалида можно сделать Абсолютно из любого здорового ребенка Вспомните древний эксперимент Султана Когда детей отобрали у родителей И поместили в замкнутое пространство Где их только кормили с ними Не разговаривали, не общались Их никто не обнимал Они выросли И когда они увидели свет Они были как животные И в дальнейшем Речь у них не развилась И до 20 лет Они все поуходили из жизни Этот эксперимент Описан в истории Так вот, господа То же самое мы можем делать В своем социуме Со своими детьми И это все о том Какие мы Какую реальность мы отражаем Сколько любви мы даем детям Сколько внимания мы даем детям Что они с нас копируют И здесь очевидно разворачивалась игра Мамы и медицинских работников Игра В которой ребенок всего лишь должен был Выполнить роль игрушки И ребенок эту роль принял Но в итоге мы побывав в этом учреждении Мы решили, что мы все-таки его туда не будем отдавать То есть мы понимали, что все-таки решение это наше И чтобы нам там не рекомендовали Мы это делать не будем И когда этот семейный советник наш Стал заполнять эту анкету Я всячески приводила доводы Что я не считаю нужным Вообще его туда отводить Пришлось нам организовать уже спецшколу Которая Но она тут тоже в таком вот уже легком То есть это школа для детей с аутизма Но только те, которые прошли спецсады И те, которые получили эту специальную подготовку И мы уже выдохнув Да, сказали Ладно, давайте Давайте мы соглашаемся Потому что по идее у нас уже выхода другого не было И вот он на сегодняшний день Да, ходит тоже в эту школу Но это уже другой класс Поскольку мы познакомились с инфодайвингом И у нас произошли значительные изменения Ясно, хорошо А как узнали про инфодайвинг? Приходит вот мне письмо Письмо Стоп аутизм Это Наталья с Максимом И я читаю Название письма было Что диагноз нам не подтвердили Или там диагноз сняли Я уже точно не помню, как это дело было И потом в письме там проводятся рекомендации Такие я начала читать И вот моменты Что нам помогло И первый пункт инфодайвинг И дальше текст Вы, конечно, можете в это не верить А тем более платить И я думаю, о, это, наверное, наша история, потому что если рекомендуют, если диагноз не подтвержден, то это то, что нужно. Я даже не стала читать историю дальше, я просто пошла по ссылке инфодайвинга, я пошла в заказ консультации, посмотрела видео, мне с телефона не сразу удалось отправить заявку. Я написала, и писала, это был просто крик души, что это такое, что мне с этим делать, зачем мне это прилетело, готова на все. Вы не видели даже фильмов никаких, сразу поверили, вот просто вот... Да, да, я фильмы не смотрела, я фильмы, на самом деле, начала смотреть после того, когда я написала заявку на консультацию, когда я ее ждала. Я уже стала интересоваться так, что это такое, что за метод. Ну, потому что мне, на самом деле, не нужно было уже ничего. То есть я, в принципе, пересмотрела достаточно много информации. Вот эти сложные темы, там, с кишечниками, с биодобавками. Мне, конечно же, казалось, что, да, имеет место быть, но, наверное, не решит проблему полностью. То есть я верила в то, что должно быть что-то, чтобы поменять ситуацию. И тут, тем более, подтверждение, то есть, да, я поверила сразу безоговорочно. И потом стала изучать, что это такое. Я уже потом посмотрела фильмы. Естественно, я посмотрела фильмы, первый, наверное, который был, это Канатали и Максимов. То есть я все-таки вернулась к тому письму, так думаю, посмотрю, что же, о чем пишут. Потом я увидела другие фильмы, потом я увидела все вот эти чудеса, которые происходят. И думаю, ничего себе. И я еще посмотрела, как раз смотря видео, думаю, ничего себе так видят. Это же, наверное, какой-то талант, это какой-то дар должен быть, чтобы так вот все посмотреть. Это же, наверное, не каждому дано. Ну, то есть для меня это было такое что-то вау. В случае с Александрой он невероятный в том аспекте, что это прямое развитие мамы. И ребенок здесь выполнял функцию той путеводной звезды, которая просто вела маму в развитие. В развитие и духовное, и осознанности, и всего. И это тот невероятный случай, когда действительно мама тормозила, и ребенок ради нее ушел в аутизм. И мама резко выстрелила в развитие, и ребенок выключил аутизм. И мы наблюдали за развитием Александра, и мы постоянно плакали, потому что это реально крутая мама, которая очень быстро развивалась. Я настраивалась в консультации, значит, по идее должна была быть, я настроилась, что две недели, как была информация на сайте, но получила я ее гораздо раньше. Когда я это все слушала, конечно, невероятные ощущения были. Наталья с Ириной мне сразу подтвердили, они прочувствовали, естественно, что да, аутизм есть. То есть, хотя диагноза нет, но аутизм есть. И я уже, вот мне почему-то именно это слово, не то чтобы принятие, а я как-то вот, по мне даже вот такая волна пошла, ну, все-таки есть. Но, с другой стороны, расстраиваться-то не надо, мы в правильном месте. И дальше такие вот нюансы, то есть, что сразу очень радостно, то есть Ирина говорит, я прям вижу, что вот через месяц изменения, что играть с детьми в коммуникации, у нас тоже это произошло, то есть он настолько с интересом с большим, и он прям, он сам просился, он бежал к детям на площадку, и благо, что дети соглашались, то есть, причем он не разделял, кто есть кто, там, старшие они или младшие они, и благо, что они соглашались с ним играть, хотя было видно, что, допустим, с ним не поговоришь, вот как с ребенком его уровня, потому что, да, я соглашаюсь с тем, что он не на свои сегодняшние пять лет. И поэтому, когда мы видели все эти изменения в коммуникациях, то, что с ним можно было договориться, с ним можно было понять вообще, что он хочет, то есть, естественно, там истерики, когда он не мог сказать, что он хочет, никто его не понимает, и поэтому ему приходилось кричать, пока уже просто вот, уже готовы были дать все, что угодно, то есть, угадывая его желание. Конечно же, это все прошло. А эти изменения быстро пошли или там спустя какое-то время? Значит, сразу первое, что мы заметили после консультации, он, во-первых, долго спал после консультации как-то. Я еще хочу добавить, что, в принципе, в его лексиконе слова «да» не было вообще, и тут он начал говорить «да». И вот самое яркое такое, то, что было вот очень четко замечено, это через, наверное, где-то неделю после консультации, когда он постоянно там влезал в холодильник, он что-то там хотел достать, он его оставлял открытым, и мы ему говорим «Дима, закрой холодильник», и он такой «да, хорошо», возвращается и закрывает. И мы просто обалдели, потому что, как правило, он делал все не так, он делал все наоборот. И он говорил «нет», даже если это не «нет». А тут он мало того, что согласился, подтвердил, еще и закрыл. И, конечно, это было, то есть, как бы стало понятно, что он работает, да, это просто какое-то волшебство, потому что он стал другой. Что он стал делать, вот как раз вот после консультации, он приходил и заглядывал в глаза. И прям так долго смотрел. И еще он, и у меня тоже настроение какое-то было такое печальное, что ли, или он наблюдал, что я такая грустная, он приходил, и мне вот уголки губ, он такую улыбочку делал. То есть, было такое впечатление, что он сам вернулся. И всех окружающих тоже хочет вернуть к себе. Что я еще хочу по поводу себя отметить? То есть, когда я услышала рекомендации относительно меня, что это опять любовь к себе, опять искренность, я подумала, что ну вот опять пришли практически с того, с чего начинали. Потому что я тоже еще не отметила, с появлением Димы, я как-то начала, я увлеклась психологией, я стала разбирать эту тему, я стала понимать, почему у меня вот что-то не так, почему мои реакции такие, почему мои эмоции такие, почему мне что-то не нравится. И просто оказалось, что у меня есть определенные сдвиги, и нужно работать над собой. И вот тот этап, когда предполагал любовь к себе, я всегда говорила, да ну ерунда какая-то, люблю я себя. То есть, видимо, до конца не принимая, не осознавая этот момент. И вот здесь вот, получив на консультации опять вот ту рекомендацию, которая была ключевая, и я поняла, что все-таки, наверное, я неправильно понимала это, любовь к себе, и нужно разбираться, что это такое. И, естественно, были рекомендованы практики, которые я тоже так не сразу включилась. Помимо этого был рекомендован тоже чат, и к чату я, честно признаться, тоже была скептически настроена, поскольку тоже участвовала в подобных чатах. Это, как правило, огромное количество сообщений, которые не по теме, но такая вот болтовня, на которую у меня нет времени совершенно. Но я все-таки решила в чат зайти, думаю, посмотрю, что происходит. И оказалось, что там очень много полезной информации, и я для себя получила очень много ответов. И даже не задавая вопрос, и читая те проблемы, рекомендации, которые есть у других, я понимала, где мне нужно поработать, и что мне нужно снять и отменить, так скажем. Вот, казалось бы, банальная проблема. Человек не любит себя, не принимает себя. Что делать? И каждый человек по-своему проявляет эту нелюбовь, по-своему проявляет это непринятие, обесценивание и так далее. Все, все относительно себя. И когда начинаешь человеку говорить об этом, что это надо исправить, первый вопрос, который возникает, это «Как?». Как и здесь возникает такая пробка, когда ты не знаешь, как донести до человека информацию. А информацию можно донести только через аналог, через проведение аналогии. В старину для этого были притчи. И вот чат, который мы и организовали, и где искренне работают мамы, он работает как притча. Одна мама рассказывает о себе, делится какими-то плюсами, либо какими-то осознаниями, либо озарениями, либо что случилось во время практики. Это вызывает цепную реакцию у других. Почему? Потому что включены все. Потому что все хотят, чтобы их дети были здоровы. И до всех дошло, что дети являются зеркальным отражением их. И вот в процессе этой работы получается вот эта искра сознания начинает доходить до всех. И поэтому именно вот такая чатовская работа, она невероятно помогает, чтобы у мамы включилось озарение. И она сказала, да, вот здесь я действительно сама себе лгу. Да, я здесь не искренняя. Я здесь не открытая. Я здесь не честна сама с собой. А ведь по сути дела вся работа, вся работа, итог работы сводится к чему? Для того, чтобы мама стала искренней и открытой. Все. Как только человек открывается миру и становится искренним, убирается искажение на ложь, убираются помехи, которые приводят к тому, что он и не любит себя, и обесценивает и так далее. Это все искажения, которые возможны лишь, когда есть система закрытая, выключены чувства, да, и когда мама неискренне. Возвращение к себе настоящей и дает результат включения ребенка, включения у него осознанности. И это так банально просто, но при этом настолько сложно достижимо, что человек годами может не понимать, а что же ему делать. Практики делали какие-то? Да, конечно. То есть мне было рекомендовано зеркало, прописание будущего. Тоже с будущим. Кстати, это не была для меня новость. То есть да, я знала, что это надо делать, но, как правило, люди делятся на две категории. Те, которые думают, что они делают, и те, которые делают. Вот на тот момент, когда я получила эту рекомендацию, я, в принципе, думала, что я это делаю. То есть у меня там были какие-то такие, наверное, дни вдохновения, когда я садилась, писала, но это нерегулярно. На самом деле, это, конечно, должен быть регулярный процесс. Зеркало оказалось очень сложным, поскольку отработать нужна была искренность, а с зеркалом шутить не получается. И когда ты говоришь неправду сама себе, то тут же тебе прилетают проверочки. И у меня даже были такие периоды, когда я просто прекращала делать, потому что настолько штормила, настолько прилетали эти ситуации, и я просто останавливалась. И думаю, так, мне вот сейчас таких страстей не нужно, я останавливаюсь. Но при всем при этом я понимала, что даже этого мне недостаточно. То есть какие-то есть ситуации, которые я не до конца понимаю, и мне нужно просто углубиться. И учитывая, что мне эта тема инфодайвинга очень нравилась, я решила, что мне надо пойти учиться. Но это даже немножечко забегая вперед, потому что я пропустила еще одну консультацию с Димой, потому что я говорила о том, что у меня был перечень поведений, которые хотелось подкорректировать. Вот на вторую консультацию, она уже была где-то в конце мая, я шла с конкретным перечнем, что мне надо изменить. Хотя я очень четко понимала, что в принципе очень многие вещи, которые там фигурируют, я вижу в себе. На самом деле, если смотреть правде в глаза, то скорее наш мир можно назвать миром аутистов, мир спящих людей. И выход из аутизма – это открыться, стать чистым, искренним, как дети, просто счастливыми, открытыми, любящими этот мир, любящими себя, просто чистыми и искренними. И вот после второй консультации тоже, скажем так, начались чудеса, и они такие были уже прям чудеса, о которых стали говорить все. То есть это уже был май, как раз закончился карантин, и мы стали все возвращаться в школу на работу. И когда я привела Диму, мне в принципе стали говорить, ну, все очень круто, он стал совсем другой, то есть уже нету вот этих истерик, уже нету категорического нет. А в школу так получилось, что он пошел в группу к детям. То есть получается, что на вот этот период, когда мы сидели дома, и когда он был на этих онлайн-занятиях, мы все-таки решили, что давайте же тогда попробуем с детьми, то есть не нужно нам никакие индивидуальные занятия. И он пошел, и он ждал, и учитывая там, что родителям нельзя было в связи с вирусом заходить вообще в школу, то есть я его отдавала у входа у двери и забирала уже по прошествии полдня. То есть это было фантастически. Конечно, мне практически даже, наверное, сразу, наверное, после первого урока был вообще восторг. После второго урока мне сказали, что ну вы поговорите с ним, конечно, так нельзя, там просто захотеть встать и пойти, когда ему хочется. Но это уже было такое огромное достижение, что он даже это делает. Давайте поговорим об адекватности взрослых. Как ребенку в 4 года можно сказать, нельзя встать, нельзя пойти, нельзя сделать, нельзя отвлечься и так далее. Ребенок — это машина, у которой все двигается, все горит. Ему надо познавать этот мир, а его попытаться вставить в какие-то рамки, выдрессировать. Но это уже про больного ребенка, это не про здорового ребенка. И больного ребенка делают больные взрослые, потому что здоровых взрослые не будут калечить детей. Вот это, конечно, удивительно. И вот уже после лета, после второй консультации, получается, после летних каникул, когда все наши чудеса произошли, самое яркое впечатление это было, когда мы поехали в отпуск. Мы, естественно, очень сильно переживали, как же он там будет в самолете, потому что мы вспоминаем поездки прошлых лет, и это был тихий ужас. Я, на самом деле, даже когда оформляла билеты, я поставила птичку, что нам, ну вот не спецпомощь, там, на самом деле, у нас в аэропорте есть возможность взять вот такую ленточку с подсолнухами, которая как бы сигнализирует, что у нас есть особые потребности. Ну, это такая ленточка, которая фактически для аутистов, которая говорила бы, что мы, например, можем без очереди пойти. То есть это опять-таки вторичные выгоды определенные. И самое интересное, что в билете-то я это оформила, но когда мы пришли в аэропорт, и когда он тоже стоял в очереди и ждал совершенно спокойно, и когда мы уже подошли к этой регистрации, и он это время все протерпел и ждал, у меня даже язык не повернулся попросить эту ленточку и сказать, что вот нам нужно что-то. Я решила, что если нам у нас это ничего не спрашивают, я даже не буду напоминать. То есть пока сейчас все идет хорошо, и я надеюсь, что дальше будет тоже все очень классно. И в итоге очень хорошо прошел перелет. У него было, ну, летели часа три, наверное. Конечно, я тоже переживала. То есть ребенок сидел спокойно. Отпуск тоже прошел отлично. То есть, например, если там год назад он шел в воду, и он даже, мне даже казалось, что он не чувствовал этой глубины, и его нужно было доставать обратно. Здесь он очень четко понимал, то есть, да, ему очень нравилось это. Со всякими надувными штуками. Он очень переживал, папа у нас увлекается подводной охотой, и когда он уходил, охотится он достаточно на долгий, продолжительный период времени. И он очень переживал, что он очень долго будет ждать папу, и вот он поэтому очень тоже так эмоционально, там, папа, я хочу с тобой, папа, вернись. То есть было видно, что ребенок абсолютно коммуницирует нормально, то есть нормальные абсолютно реакты, нормальные интересы. А вы там курсы какие-то еще проходили, расскажите. Да, да, я углубилась, то есть вот уже после второй консультации, когда вот такие пошли прям вот серьезные изменения, то есть это был совершенно другой ребенок. Вот до того, что учителя в школе, я ходила на встречу, и они мне говорят, что у нас даже учителя из соседних классов спрашивают, а что случилось, что с ребенком, потому что это прям совершенно другой человек. То есть это был один до летних каникул, и другой послелетних каникул, даже несмотря на то, что были изменения вот и во время этого карантина, то есть там тоже были изменения, но здесь они были прям кардинально другие. Более того, он же завел себе друзей в школе, но я все равно понимала, что у меня еще есть, то есть я чувствую, что у меня есть реакция, у меня есть что-то, что меня держит, и недостаточно мне зеркала, то есть видимо, видимо мне нужна была какая-то другая глубина. Тем более, что мне это все очень нравилось, и я решила пойти учить. Я хотела понять и для себя больше, но в первую очередь, почему я туда пошла, это гармонизировать себя, потому что мне нужны были, не знаю, знания. Сейчас я понимаю, что мне нужны были эти состояния, чтобы понять, потому что очень многое то, что мы говорим, и вот вся эта информация, она оказалась, что это на уровне разговоров. То есть вот я, например, я слышу, но я не понимаю, о какой любви мы говорим, то есть что это за состояние. То есть мы говорим «любовь», «любить друг друга», то есть это больше может быть глагол действия, на самом деле это состояние, которое никто не знает, не то, что никто, но большинство это точно. И вот пойдя учиться, я поняла, что я получила этот ответ, и я поняла, что почему мне не хватало этого. И тоже озарения, которые на меня сваливались, и я понимала, все становилось настолько все понятно, в чем это суть, в чем суть этой игры. И на самом деле все это сует, то, что у нас происходит изо дня в день. И на самом деле я увлеклась до такой степени, что я сейчас просто не то, что не пропускаю, это даже я бы и хобби не назвала, то есть я сейчас считаю, что это, возможно, даже моя будущая профессия, поскольку это очень круто меняет вообще все. я изменилась в плане реакций. У меня исчезла вот эта суета, у меня исчезла какая-то потребность объять вот все необъятное, сделать все, сделать все по максимуму, сделать все на высоком уровне, успеть и тут, и там. Цель этой игры, чтобы Бог вернулся домой, чтобы Он проснулся. И вот это пробуждение, оно возможно лишь в том случае, окончательное пробуждение, бесповоротное пробуждение, приход к себе настоящему, оно возможно лишь в том случае, когда родитель сам двигается в своем развитии. И это не просто отработки, это обучение родителя. И поэтому на сегодняшний день мы уже ставим вопрос о том, что на консультацию мы, в принципе, будем брать только тех, кто учится. Тогда результативность будет стопроцентная. Потому что до тех пор, пока родитель ждет, что с его ребенком что-то сделают, пока родитель даже пытается осознать и не совершает вот этих движений навстречу, все идет медленно, идет. Все равно двигается, все равно ребенок не хочет быть больным, все равно душа ребенка рвется из клетки на свободу. Но это не тот уровень, не тот размах, чем когда родитель просыпается и говорит, этот мир другой, этот мир счастливый, этот мир, он в радости, и я могу тоже жить счастливо, и мои дети и внуки могут быть счастливыми. И вот когда родитель просыпается, счастье просто входит в дом и идет совсем другое развитие. Но этому тоже надо учить, потому что действительно прожить определенное состояние сознания невозможно, когда их не было в твоей семье, когда эту любовь не знали твои предки. Откуда ты ее мог взять? И, конечно же, невероятно, если, допустим, отдельно говорить по поводу курсов, и я пережила невероятное состояние после курса страха. И я не могу сказать, что это именно конкретно этот курс. Нет, это, наверное, нужно было именно в этой точке, после всего того, что я знаю, после всего того, что я прожила и проработала. И вот это был такой как бы последний момент, когда я могу сказать, что я после этого курса просто вылупилась, потому что я стала чувствовать настроение других, я стала чувствовать состояние. Каждое действие, каждое слово, оно уже было видно с другой стороны, то есть было понятно, где искренность, где неискренность. И сейчас, продолжая даже обучение, я понимаю, что это только самое начало. И в каждом такой потенциал невероятный. И было бы здорово, действительно, если бы много осознаний пришло. Потому что эта жизнь абсолютно меняется, и она совершенно другого качества. – Хорошо. Ну вот, с момента первой консультации прошло 8 месяцев примерно. Ну, расскажите, что мы имеем с Димой, на чем, какие достижения? – Самый главный результат, да, я, кстати, даже и не сказала, самый-то главный результат. Его перевели в другую группу. И эта группа, значит, изначально, мы, вот когда было собрание у нас, в начале учебного года, мне говорили, что речи быть не может там о переводе, потому что у меня была цель, как бы у меня сейчас цель стоит, его перевести в обычную школу как можно быстрее. И, значит, мне прогнозировали, что речи быть не может, то есть, может быть, после Нового года мы это рассмотрим. Потом какой-то, вот, кстати, это очень сильно взаимосвязано было с этим курсом, страх, то есть, когда я прочувствовала эти состояния, когда я сама в них находилась, хожу в школу, и мне учительница сообщает о том, что мы приняли решение, что Диме нужно развиваться, и мы хотим его перевести в другой класс, где и дети уже на другом уровне, и он сможет принимать активное участие, то есть, там уже более развивающие занятия, то есть, там не просто корректировка там поведения, например, то есть, это вот я посчитала, что это прям значительный такой, это прям уровень, который, ну, который стоит внимания, то есть, это действительно прогресс огромный. Вот, например, кстати, из последних на этих выходных он взял тарелку с едой и пошел переносить в другую комнату, я говорю, Дима, очень аккуратно, пожалуйста, и он мне говорит, мама, не переживай, не переживай было сказано неправильно, он там слоги местами перепутал, но я просто обалдела от этого, потому что, мало того, что слово сложное, я даже не знала, что он и знает такое, а потом еще более того, это чувство выражает определенное. То есть, чудеса у нас продолжаются. Значит, я хочу отметить последние, как бы, наработки инфодайверов Натальи, Ирины и команды и вообще поблагодарить за то, что внедряют, дают возможность вот деткам, родителям прочувствовать, так скажем, на себе и, естественно, получить определенный результат, потому что я могу сказать, что после этой последней отработки такое было впечатление, что произошел какой-то щелчок и переход на другой уровень. То есть, вот, например, если касательно Димы, он стал другие слова использовать, то есть, те, которые я даже не подозревала, что он знает, и это более широкие предложения. Он сейчас внимательно слушает и наблюдает за мной, вот, как говорить, он охотно повторяет за тобой. То есть, например, если он приходит там и говорит открыть, я говорю, нет, Дима, так не пойдет. Нужно сказать, мама, открой мне, пожалуйста, либо там, помоги мне, пожалуйста, или там, открой мне, пожалуйста, там, холодильник, там, или еще что-нибудь. То есть, чтобы это были такие широкие предложения, и он очень так доброжелательно к этому относится и повторяет. Что-то, но еще, может, хотите другим мамам сказать? Да, конечно же, мамам я хочу сказать, чтобы во-первых, я хочу сказать, что выход есть однозначно. Работать над собой, может быть, в какой-то степени даже и на ребенке не так концентрироваться, а больше, наверное, обратить внимание на себя, потому что очень важно, в каком состоянии находится мама. Спасибо вам за интервью. Такое глубокое, философское получилось интервью, необычное. Да, спасибо большое. Невероятная благодарность, и просто не перестану повторять это. И, естественно же, еще больше работы, и я думаю, что мы вас порадуем новыми достижениями. В нашем обществе принято считать, что взрослые учат детей, а взрослые должны определить их в жизни. Взрослые, взрослые, взрослые. А на самом деле дети приходят к нам, ко взрослым, для того, чтобы подсветить те моменты, где взрослый человек неправ, что ему надо изменить, как ему надо измениться. И очень часто болезни детей являются, нет, это не наказание, это даже назвать кармой, предполагающей какие-то наказания и так далее, это будет неправильно. Это сигнальная лампа, подсветка, которая говорит, мама, обрати внимание, папа, посмотри, вы здесь не правы, здесь надо измениться, здесь надо по-другому реагировать, здесь надо перестроить свою жизнь. И очень часто перестроить свою жизнь это изменить профессию, изменить взаимоотношения с близкими, увидеть в себе то, что взрослый человек, такой умный, такой важный, видеть в себе не хочет. А ребенок просто как сигнальная лампочка говорит, смотри, 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 ты будешь на это смотреть, я все равно обращу твое внимание и ты все равно изменишься. И вот когда мы эти вещи видим и подсказываем, вам ребенок говорит об этом, надо изменить вот это, надо изменить отношения, надо стать другим, надо стать другим, изменить свои реакции, инстинкты, свое возбуждение, проработать свою агрессию и так далее. У каждого свой перечень необходимых изменений. И такой умный взрослый зачастую оказывается перед выбором, так менять или не менять. И очень часто взрослые начинают играть в игру, давайте вернемся обратно, потому что мне же придется изменить профессию, мне же придется изменить условия жизни, мне же придется пойти на попятную, помириться с родственниками, мне же, мне же, мне же. Да, хотите видеть здоровых детей, меняйтесь. Лучше меняться самому, пока здорово физическое тело собственное, потому что сегодня вам сигналит об этом ребенок, завтра вам будет об этом сигналить ваше здоровье, послезавтра ваши доходы, ваши финансы и так далее. Все равно меняться вы будете добровольно или принудительно. И дети в данном случае просто очень хорошие лакмусовые бумажки, которые показывают, как меняются родители. И нам приятно, когда родители начинают учиться. Тогда все эти перемены происходят на порядок быстрее. Настолько быстро, что проходит короткий промежуток времени и ты плачешь от счастья, что очередной ребенок свободен, может жить своей счастливой, здоровой жизнью. И очередной родитель смог изменить себя так, что он смотрит на этот мир счастливыми, восторженными глазами. И он понимает, в этом мире все создано для него. Он может играть в ту игру, которую он захочет. И он может быть просто счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok